Итак, друзья, второй час программы «Утро с нами». Еще раз доброе утро. Последние новости насущные мы узнали. Теперь возвращаемся обратно в мир искусства. Друзья, у нас сегодня очень интересный гость. Уже не терпится с ним пообщаться. Для начала я его вам представлю. Актер, режиссер, телеведущий Янис Политов. Доброе утро. Доброе утро, доброе утро. Чтобы вы сразу понимали, человек, дебютный короткометражный фильм Которова, стал участником Каннского кинофестиваля. Да, то есть это слаковое событие. Всего лишь навсего. Ну, какой-то Каннский кинофестиваль. Какими судьбами вы к нам пожаловались в Крым? Доброе утро, дорогие друзья. В Крым пожаловал в рамках фестиваля, который сейчас проходит в Крыму, называется «Человек, познающий мир». Мой фильм «Философия» отобрали сюда в конкурсную программу короткометражных фильмов. В Каннах я был не в конкурсной программе, в Каннах я был... Там есть четыре программы. Одна из них называется «Шортфильм Корнер. Уголок короткого метра». То есть туда попадаешь, ты уже якобы выиграл, потому что тебе дали путевку. Ты можешь приехать и погрузиться в мир большого кино. А здесь непосредственно в Крыму я в конкурсной программе, где буду прямо состязаться за звание лучших фильмов короткометражных. Какое ощущение, что уже что-то значимое в жизни сделано? Я думал перед Каннами, что все. Вот что-то... Ну, после Канна, когда нет этого ощущения, когда ты... Так знаешь, я вот все время думаю насчет вот Оскара. Все так мечтают Оскар, Оскар, потом приехать и обломаться. Что это не так оказывается все. Вот. Не знаю. Может быть, если бы я был участник большой Каннской программы, там, основного конкурса, тогда были бы какие-то внутренние ощущения. А шортфильм Корн, хотя, может быть, я уже обнаглел. Я не знаю. А мне кажется, просто у вас все впереди, главное, начальники. Да, самое главное не останавливаться на своем творческом пути и продолжать, да? И вот по этому поводу короткометражка философия вот приехала в Крым. О чем вкратце в двух словах этот фильм? Философия. Каждый увидит в этом фильме свое. Со своей призмы, с прожитых лет, со своим шлейфом, каждый должен увидеть в этом фильме свое. По мне, так, этот фильм про то, что каждый из нас строит внутри себя свой храм и по возможности делится им с другим человеком. Это по мне, это и в этом есть такая глубина, которую я туда закладывал. Если ее кто-то увидит, это очень здорово. А так, про все, что угодно, и про жизнь, и про смерть, и про одиночество. Попытался в 15 минутах уместить то, что может быть интересно зрителям разного поколения и разных социальных. Сколько снимался фильм? Фильм я снял за неделю. Съемки были на Кавказских Генеральных Водах в городе-курорте Сентуки. Но постпродакшн у меня был большой, потому что я делал полтора года. Я снял в августе 2014 года, а выпустил в феврале 2016 года. Это не считая подготовку еще к этому фильму? Подготовка была где-то... Подбор актеров опять же, да? Да, подготовка была месяца 4 у меня заняла, да. Актеры, я знаю, что принимали участие, у вас совсем молодые. Да, два парня, Ваня Гладков и Дмитрий Балабанов, они абсолютно не актеры, они жители Есендуков и города Пятигорска. Вашего родного города? Моего родного города, да. Потому что у меня был абсолютно маленький бюджет, когда я начинал, я туда зашел своими деньгами, все, и я понимал, что я не могу никого везти из Москвы, очень много людей, потому что надо проживание, питание, и сразу бюджет увеличивается в разы. И молодых артистов и массовку я взял в Есендуках, а главную героиню Елену Панжариди, актриса, я привез из Москвы. И Лада Мишвеля, это греческая актриса. Она была в то время в Москве, и вот она тоже снялась из моего кино. Греческая, собственно, и неудивительно, короткометражка была создана вот именно в год. Перекрестный год, да. Вот который сейчас перекрестный год, и он уже перекрестный год культуры России, Греции. И, как я сказал, там уже были деньги российского грека, то бишь меня, и Министерство культуры Российской Федерации, и посольство Греции, греческая национальная туристическая организация. А вот что еще интересно, я не создатель греческой социальной сети. Называется она Ягрик. Ягрик.com. То есть там собираются все греки. Ну, абсолютно, можно сказать, Ягрек.com. Мне кажется, это будет как-то слишком, не знаю, национально. Слишком пафосно, да? Слишком пафосно. А так Ягрик. Ягрик с Яху, Ягрик, и вот Ягрик.com. Она не только для греков, она для греков и филеринов. Филеринов – это друзья греков, это те, кто любит эту страну, этот народ. Ой, так это для меня. Конечно же. Все, я вступаю. Такая, ее сейчас назвали в Греции греческим фейсбуком. Я сначала думал, что локомотив этой сети будет греки, горящие по-русски. Ну, которые в Крыму живут, на Кавказе, в Москве сейчас, ну, диаспора здесь приличная. Но когда в Греции узнали о том, что человек, не говорящий практически по-гречески, живущий в Москве, делает социальную сеть для греков и филеринов, они обалдели, они оказались первыми. И они мне пишут на греческом письма и в фейсбуке, и на Ягрике, пишут, спасибо, что вы вот это сделали. Потому что у них там нет ничего, кроме фейсбука. Если у нас есть свои социальные сети, там, ВКонтакте, Одноклассник, то у них там вообще ничего нет. Все буквально первопроходец, получается. Ну, получается, так. Причем во всем. Янис, мне кажется, что вот как раз-таки ваша история, вашего успеха, она будет очень полезна нашей крымской молодежи, очень вдохновляющей. Потому что я знаю, что вы три раза поступали во ВГИП. Три раза. И не бросить... Во все театральной, не только в ВГИП. В общем, многие вот талантливые актеры, режиссеры, не с первого раза им это давалось, но они не бросали. Вот что вами двигало? Ну, сдаваться нельзя ни в коем случае. Если у тебя есть цель, если у тебя есть мечта, вот если взять биографию великих людей, то у них были всегда великие мечты. Я это и вчера говорил в Ялтинской школе на мастер-классе. Я им хэштег придумал, Ялта-7, говорю. Потому что я буду укладывать фотографии, что вы себя друг к другу находили. Вот. И замечательные ребята. Я давно не был в школе, и все время... Я даже пост написал в Инстаграме о том, что хают сейчас как-то молодежь, что какая-то молодежь сейчас... Замечательная молодежь у нас сейчас. Просто мы, может быть, через призму своих каких-то внутренних штук видим ее как-то серо. Но я вчера пообщался, это 9-11 класс. Очень умный, очень талантливый, очень добрый, отзывчивый, думающий глаза людей, которые хотят жить и творить. И какие-то им секретики сказал. Сказал, давайте, вот снимите кино, сделайте вен, продайте бутерброды, заработайте денег. Опять снимите. Они тык-тык так подумали. И приятно было, что вечером уже человек 10 из них подписались в Инстаграме, ВКонтакте в друзья добавились, пишут, что я не спасибо. Одна девочка написала, что она вчера же пошла и записалась на курс актерского мастерства. Ну, приятно. Результат мгновенный. То есть это был мастер-класс не только по профессии, но и как жизненный мастер-класс? Абсолютно, абсолютно, да. Почти два часа мы там разговаривали, педагоги. Ну, я очень под впечатлением этих ребят. Вот вы же не только режиссер, вы еще и актер. Вот как вы перешли от актерства к режиссуре? Ой, не хочу переходить, я хочу остаться актером, потому что актер это величайшая профессия. Ну, Шекспир, я же сказал, вся жизнь игра, люди в нем актеры. А есть еще актеры, эти люди, которые имеют профессиональное образование актерское, которые вообще понимают правила игры в этой жизни. Поэтому актер, я считаю, самая величайшая профессия. И каждому человеку нужно овладеть этим мастерством для того, чтобы проще было в жизни общаться. Потому что, ну, жизнь разная штука, разные предлагаемые обстоятельства бывают. Я актер, да, я актер, который вот сейчас одел шкуру режиссера, одел шкуру продюсера, одел шкуру создателя социальной сети. И мне в ней комфортно, я не испытываю дискомфорта. Вот все, сегодня я режиссер, я поеду философию. То есть, тем более, что вам, как актеру, очень удобно и правильно можно общаться с актерами. Абсолютно, да. В режиссерской ипостаси своей. Я знаю, что... Всю свою идею, все, что вы хотели бы сказать, чтобы они показали в кинофильме, правильно? Да, 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 абсолютно. Вот эти два мальчика, которые у меня, вот Дима и Ваня, они же не актеры. Я пытался сначала им объяснить задачу, как вот нам, образован, скажем так, актерам, по сверхзадаче, сквозное действие, цель, все дела. А потом понял, что мне с ними нужно разговаривать на нормальном языке, не такими терминологиями. И вот через это вытаскивать из них то, что мне нужно. А сложно было подбирать актеров для вашего фильма? Ну вот мальчиков я отобрал, ВКонтакте мы бросили объявление о том, что будут съемки там-то, там-то, и что нужно вот мальчикам от 17 до 20 лет. Вот Маша Дибижова, мой второй режиссер, она отснимала всех, кто приходил там в Весендукакне, и она выкладывала мне в YouTube на закрытый канал, я просматривал, отобрал там человек 10, потом приехал, быстренько с ними встретил, сделал, и посмотрел, кто из них более-менее органичен. Еще один отбор был, да? Да, кто органичен, кто понимает и слышит и слушает то, что я ему говорю, и вот так я этих двух мальчиков взял. А он сразу чувствуется, да, кто лжет, а кто нет? Сразу, сразу, да, глаза они не обманут, главное глаза, если глаз горит, все, человек хочет. У нас имеется видеосюжет, трейлер, да? Вот давайте посмотрим, трейлер очень интригующий. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Вот сразу чувствуется, что фильм оправдывает свое название. Все-таки философия, нужно погрузиться, нужно что-то для себя понять и что-то вывести, какой-то вывод. Перевод из греческого «Любовь к мудрости». Ну, друзья, трейлер посмотрели, интересно дальше узнать, чем-то дело закончилось. Приглашаю сегодня, будет конкурсный показ в кинотеатре «Космос», куда она называется? «Космос», да. В «Космосе» в 4 часа будут 4 короткометражных фильмы сегодня показаны, это будет первая часть, и 4 числа будет вторая часть короткометражных работ, но философия будет показана сегодня. А также и в городах Крыма, Ялта, Саки, и Симферополь, ну это мы здесь, и Севастополь мы еще поедем завтра. Прекрасно. Друзья, следите за анонсами. И обязательно сегодня в 4 часа приходите посмотреть «Космос философии». Спасибо огромное, Янис Политов, актер, режиссер и еще в прошлом, кстати, Денис, телеведущий, поэтому он понимает не только все в кинематографии, но и в законах нашего жанра, что нам пришло время подвести к следующей рубрике. Давайте подводите к следующей рубрике, да. Давайте подведемся. Мы же подведемся, а Янис скажет, хорошо или не очень. Да, давай. Старинные русские самые города, расскажет о них нам Никита Крылов в своей рубрике «Понемногу о многом». Никита Крылов в своей традиционной рубрике наш знаменитый философ, который расскажет, покажет и, в общем-то, будете знать, какие самые интересные, самые старые города в России. Ну что, Янис, будем прощаться. Большое вам спасибо. Спасибо вам большое. Спасибо. Всего вам. Спасибо.